Эта конференция сейчас будет записана. Восемь шагов к созданию полноценного и качественного архива. И давайте немножечко поговорим о том, о чем будет идти речь на самом курсе и чем мы будем заниматься на семинаре. Прежде всего несколько слов обо мне, чтобы было понятно, кто я. Опыт в данной сфере у меня более чем обширный в сфере делопроизводства архивного дела. Мне случалось создавать и системы электронного документа оборота и просто системы работы с документами и системы работы с архивом с нуля. Поэтому я могу предложить весьма и весьма большое количество информации по этому вопросу и различных навыков и подходов, которые могли бы помочь эту проблему решить. Эта конференция сейчас будет записана. Документ оборота и системы работы с архивом, то есть постановка архивного документа оборота, работа с архивом. Также я неоднократно в нескольких организациях создавала и устанавливала с нуля и безусловно поддерживала. Поэтому опыт в этой сфере у меня весьма обширен. В центре специалисты я являюсь преподавателем и веду полную линейку всех курсов, которые в данном центре относятся к именно этой сфере деятельности. То есть курсы по делопроизводству, электронному документу оборота, архивному делу, а также курс помощника руководителя, который в общем-то тоже очень тесно связан с этой тематикой. И безусловно помощники также должны знать, ориентироваться эти вопросы. В этих вопросах мы сейчас с вами говорим о курсе архивное дело. Ближайший курс стартует 21 мая. Он будет происходить в режиме вечерних занятий, в режиме с 18.30 до 21.30. Несколько слов о центре специалист. Центр специалист весьма заслуженный центр. Достаточно давно занимается этой деятельностью, 29 лет опыта в этой сфере деятельности. Большое количество выпускников, огромное количество корпоративных клиентов, множество учебных классов, хорошо качественно оборудованных комплексов обучения. 250 преподавателей, экспертов и огромное количество, более тысячи курсов в разных направлениях и сферах деятельности. В том числе и в такой сфере, в которой мы сейчас с вами говорим, в сфере дел производства и архивного дела. Также центр специалист предлагает достаточно большое количество гарантий, в том числе гарантию качества, гарантию результата. И здесь мы даже можем говорить о поддержке специалистов после того, как курс завершен. Это означает, что в любое время, вне зависимости от того, занимаетесь ли вы на конкретном каком-то курсе, я имею в виду своей сферы деятельности или занятия уже завершены, вы можете в любое время обратиться ко мне с вопросом по адресу корпоративной электронной почты. И на все вопросы по возможности будет дан оперативный и лаконичный ответ для того, чтобы какие-то проблемы решить. И это абсолютно нормально со многими слушателями. И уже после завершения курсов я достаточно веду активную вот такую служебную переписку, потому что вопросы возникают самые разные и иногда не всегда не так уж просто найти на них ответ. Значит, что касается гарантии средств, если сохранности средств, если занятия ведутся от организации, то в любом случае средства затраченные будут использованы, даже если сотрудник не сможет посетить занятия, средства будут переведены на других сотрудников и курс также будет предоставлен. Что касается сроков обучения, то достаточно жестко планируются даты и сроки проведения мероприятий и, в общем-то, по возможности никакие уж совсем события такие экстренные не мешают проводить эти занятия. Даже сейчас праздничные дни, но занятия все равно ведутся. Поэтому и также гарантию безопасности центр предоставляет. То есть все офисы оборудованы соответствующим образом и обеспечиваются средства безопасности в связи с эпидемиологической обстановкой. О чем мы будем с вами говорить и о чем речь будет идти в основном на курсе, конечно. То есть мы все-таки с вами говорим о курсе «Архивное дело», потому что сейчас у нас с вами 45 минут. Это, так сказать, такие основные представления, какие можно дать за такое короткое время, чтобы было понятно, чем мы, в принципе, будем заниматься. Значит, мы назвали этот мастер-класс «8 шагов к созданию полноценного качественного архива». Надеюсь, что это именно так. И все силы прилагаю к тому, чтобы это было именно так. Для того, чтобы можно было по завершению вот этого обучения, весьма, еще раз напомню, не длительного. Это 16 часов учебных часов. Это не так уж много на самом деле. Но информация дается очень концентрированно, очень насыщенно, с большим количеством материалов, которые можно использовать. С большим имеется рабочая тетрадь, которая может служить основой для того, чтобы составлять соответствующий документ. Потому что сфера архивного дела, она очень неплохо регламентирована с точки зрения законодательной. И мы обязательно этим будем заниматься. Мы обязательно поговорим о том достаточно подробно в течение целого модуля, то есть четырех часов практически. Мы будем говорить о том, чем мы руководствуемся, какие нормативные основы, какие данные мы используем, какими требованиями мы руководствуемся, и как они применяются на практике. Это обязательно будет. Мы также, естественно, будем говорить о том, для чего же нам все это надо. То есть с какой целью мы хотим все это создать. Ну, здесь я думаю, что ответ для всех очевиден, потому что самая большая ошибка, которую можно допустить в работе с документами, управлением во всех этих процессах, управлением документами, если даже говорить более широко управлением знаниями, это недооценка того, чем закончится жизненный цикл документа. То есть в некоторых случаях бывает так, что неплохо, очень неплохо, достаточно тщательно, качественно создается система работы с документами, обработки документов, текущего делопроизводства, и упускается из виду именно то, чем закончится жизненный цикл документа. То есть чем все завершится. Завершится все архивом, архивным хранением. И если уж быть совсем точным, то завершится все уничтожением документов. То есть в перспективе не всех, безусловно. А вот для того, чтобы сделать это правильно, и не уничтожить то, что не надо уничтожать, очень правильно установить сразу верные подходы и точно знать, что хранится, что не хранится, что уничтожается, что не уничтожается. А если уничтожается, то как и когда. Поэтому мы должны вот эти точки себе, основные реперные точки расставить, для того, чтобы потом не совершать досадных ошибок. Проблема в том, что ошибки в этой сфере обычно невосполнимы. То есть то, что уничтожено, очень трудно или почти невозможно восстановить в дальнейшем. И об этом, конечно, тоже надо помнить. Чего мы хотим добиться? Мы хотим добиться, чтобы у нас был полноценный, качественный архив, который обеспечивает юридическую силу, юридическую значимость документов, потому что мы хотим, чтобы у нас был в организации юридически значимый документооборот. А если мы такой составляем, изначально создаем юридически значимый документооборот, у нас должен быть и юридически значимый архив. В противном случае это преемственность процессов не будет соблюдена, и тогда по отдельности ни тот, ни другой существовать не могут. Также не учитывают именно вот этот момент, что это неразрывный процесс. Это всегда нужно помнить, что процесс управления документами, документооборот, делопроизводство, то есть вот эти все процессы, они плавно перетекают именно в архив, в архивное дело, и рассматривать их нужно только в связке. И, соответственно, мы хотим добиться, чтобы это была логика передачи документов из текущего делопроизводства на архивное хранение, и чтобы в процессе юридическая сила, юридическая значимость не утрачивалась, чтобы документооборот оставался юридически значимым. Как мы это делаем? Ну, здесь как раз упомяну еще раз о нашем названии, «Восемь шагов». По сути дела, наш курс, вот этот курс 16-часовой, как раз и представляет собой, по сути дела, «Восемь шагов» к созданию или поддержке, если он уже имеется, полноценного архива, и во многом заточен под то, чтобы была возможность у организации создать архив с нуля. То есть если он, конечно, уже есть, речь будет идти о том, чтобы его должным образом поддерживать и организовать все так, чтобы это отвечало современным требованиям. Если же его нет как такового, его предстоит еще только создать, то как раз таки и предлагается вот этот алгоритм действий. То есть, по сути дела, курс является алгоритмом действий для создания, поддержки архива и создания его с нуля. И, как уже было сказано, рабочая тетрадь и материалы, в ней как раз и дают такую возможность для использования, то есть использовать эти материалы в качестве рабочих и на них базироваться при создании архива. То есть также хочу заметить, что курс предусматривает достаточно много домашних заданий. Но поскольку у нас не так много с вами учебного времени, то задание выполняется в домашнем формате и предстоящий курс 21 мая в этом смысле достаточно удобен, потому что занятия будут идти через день. То есть пятница и еще понедельник, среда, пятница, на следующий день по вечерам. Это будет означать, что будет больше времени у слушателей, чтобы выполнять задания домашние. Достаточно их много. Также будут тесты, то есть, скажем так, вот этот комплекс проверочных мероприятий. Ну, нужно понимать тоже, коллеги, что это не в том смысле вот такие проверочные мероприятия, какие-то жесткие, да, то есть это скорее помощь и оказание содействия, да, помощь в том, чтобы составлять документы, чтобы посмотреть все ли документы, которые, например, если в организации нет ничего, то я помогу составить эти документы вместе со слушателем. Если в организации уже есть какие-то документы, то можно посмотреть, достаточно ли они грамотно составлены с точки зрения требований законодательства и других требований, и оценить, возможно, что-то нужно переделать, внести какие-то изменения и так далее. То есть это именно такая практическая и это, коллеги, индивидуальная работа. То есть никакие вот эти материалы, которые будут предоставлены вами, которые мы будем рассматривать, это все будет происходить только в индивидуальном порядке. Никто из слушателей других не будет эту информацию иметь. Каждый будет работать, я буду сказать, работать индивидуально. Значит, что касается вопроса, почему это актуально. Ну, коллеги, я думаю, что опять же ни для кого не секрет, что документы организации это кровь организации, причем не имеет значения на бумажных, а не носителях или на электронных, об этом мы тоже будем с вами говорить. То есть это достаточно серьезные вещи, и если их недооценивать, если не придавать им значения, то настанет момент, когда организация, мягко говоря, начнет захлебываться. Сначала начнет захлебываться дело производства, потом начнет захлебываться архивное дело. То есть если этот процесс не настраивать и не следить за ним, то есть опасность и утратить документы, и ненадлежащим образом их сохранить и так далее. Поэтому в интересах организации в любом случае на эти процессы обратить внимание и задуматься о том, как эту работу настроить, как обеспечить взаимосвязь и взаимоприемственность между процессами работы, обработки документов и архивного хранения, передачи на хранение. Поэтому об этом мы и говорим, потому что это актуально всегда. Что бы ни утверждали, что бы ни говорили, это не та сфера деятельности, которая придет в негодность в ближайшее время, потому что в том или ином виде, так или иначе, документы будут создаваться. И все новые технологии, да, они великолепны и очень хорошо служат, выполняют свои функции там, где они применимы. Но это не значит, что они полностью заменяют собой все другие виды документов, в том числе и на бумажных носителях, и на электронных. То есть в этом смысле мы говорим о том, чтобы создать систему полноценную именно, которая будет учитывать все этапы работы с документами, которые могут быть, то есть когда документы передаются уже, здесь мы говорим об их архивном хранении, когда они передаются нам из текущего делопроизводства. Значит, что поможет курс, о котором мы сейчас с вами говорим, чего этот курс может послужить? В первую очередь, конечно, систематизировать те знания, которые есть у вас, если вам это актуально, если вы желаете это посетить, или получить базовые знания. Ну, конечно, опять же, обращу внимание, что это все-таки всего 16 часов, не 5 лет, как где-то в ВУЗе, но тем не менее базовые знания и представления, достаточно четкое о том, что происходит и что делается. Мы об этом будем обязательно говорить. Естественно, будем говорить о том, как применять это на практике, как это должно работать, применительно к организации. Обратим внимание на те ошибки, которые происходят и которые очень часто совершаются при работе с документами, при организации хранения документов и уничтожения. И, как уже было сказано, ошибки, эти во многих случаях, могут быть фатальными, потому что если уже документы уничтожены, опять же, на любых носителях, чаще всего это обратной силы не имеет, то есть восстановить их уже невозможно. Каким-то образом получить какие-то дубликаты и так далее, это достаточно сотруднительно, не всегда, опять же, возможно. Поэтому здесь нужно очень хорошо понимать, какие решения принимаются и на основании чего это происходит. И с учетом современных требований, как эта работа должна быть обеспечена, мы также будем об этом говорить. Кому будет полезно, кому могло бы принести пользу посещение данного курса и знакомство с этой тематикой? Ну, безусловно, всем, кто связан с делопроизводством, архивным делом. И делопроизводители, специалисты по делопроизводству, в том числе и помощники, ассистенты-секретарей, как мы уже упоминали, это также те сотрудники, которые в любом случае связаны с работой с документами и желательно, чтобы они имели представление о том, как это происходит. Безусловно, конечно, всем работникам архивов, архивариусам, специалистам архивов, то есть те, кто этим занимается, и руководителям всех этих сотрудников, потому что без участия руководства, без понимания со стороны руководителей организации важности этой работы, важности этих процессов, достаточно трудно ее настроить и достаточно трудно ее поддерживать. Если нет понимания, бывает так, что иногда вот кажется, что, ну, зачем вот хранить, вот можно тут кучу сложить, зачем что-то еще предпринимать, и так все хорошо. Но чаще всего это не срабатывает или требует очень больших затрат сил и времени, чтобы поддерживать в порядке беспорядок. Поэтому лучше создать все сразу так, как это должно быть, и уже в этом русле двигаться. Значит, отмечу место данного курса в цепочке курсов. Он относится к специалистам по документообороту, естественно, связан с курсом делопроизводства, производства уровень 2, и с работой с документами на 1С, потому что там тоже есть такая тематика, и также связан с помощником руководителя, и в некоторой степени с офис-менеджером, работником административного аппарата, потому что эти сотрудники тоже в определенной степени могут иметь отношение к данной тематике. Что можно будет потом поставить себе, как бы, так сказать, в плюс по завершении этого курса? Ну, что вы будете знать или о чем будете иметь достаточно подробное представление? Это как создать архив с нуля, если есть такая необходимость, или упорядочить имеющиеся с учетом современных требований. Как работать над созданием архива с учетом логики именно процессов управления документами? А еще раз повторю, что это связанные процессы, и, конечно, здесь нужно действовать вместе в связке в противном случае и также интегрировать все эти системы с теми системами, которые есть в организации, это достаточно объемный процесс, и здесь много факторов, которые следует учесть, об этом мы также говорим. Безусловно, мы не можем обойти тему специфики работы государственных структур и структур коммерческих, частных. Есть определенные специфические особенности, в том числе и в требованиях, и в порядке оформления работы, и в подходах и так далее. Есть определенные различия, которые мы обязательно будем подчеркивать, и будем говорить об этом, что обязательно, что не обязательно, без чего нельзя обойтись, а с чем можно не сталкиваться. Поэтому эти проспекты мы тоже будем рассматривать как раз в течение всего, всех занятий, потому что это относится ко всем аспектам вот этой деятельности. Как его поддерживать в рабочем состоянии, какие моменты нужно учитывать, чтобы он не пришел в негодность в какой-то момент, потому что нужно все, что действует, все, что должно происходить, оно должно поддерживаться. Это мы все прекрасно знаем. Поэтому как его поддерживать в рабочем состоянии, мы обязательно тоже должны об этом говорить. И, естественно, мы будем говорить, это, собственно, основной упор в курсе на те параметры, которые существуют в любом архивном деле, основные характеристики, которые относятся к работе любого архива, а именно учет, комплектование, хранение и использование документов. Эти аспекты мы рассмотрим достаточно подробно и коснемся даже определенной специфики, как эти моменты можно применить к таким специфическим видам документов, как электронные документы. Мы их, естественно, тоже должны архивировать, как это делается. Мы об этом с вами поговорим и поговорим о том, как это относится к кадровой документации, потому что кадровая документация тоже обладает специфическими особенностями при передаче на архивное хранение. И мы этого вопроса тоже коснемся. Ну и другие аспекты, о которых мы будем также говорить. Значит, особенности этого курса. Значит, современные методики, инструменты, как и всех курсов, относящихся к этой сфере деятельности, всех курсов, предлагаемых центром специалистов. Длительность курса 16 часов, как мы уже упоминали. Стоимость для очных слушателей, вот такая, как указано на экране. Значит, стартует курс 21 мая 2021 года. В результате слушатель получает диплом о повышении квалификации, удостоверение о повышении квалификации или сертификат о том, что прослушал курс. И даются соответствующие навыки. И, в частности, некоторые из которых мы с вами упомянули сейчас чуть выше. Также необходимо отметить, что этот курс относится к... входит в комплексную программу обучения. Комплексная программа обучения – это достаточно удобная форма, предлагаемая центром специалистов. Это соответствующая подборка курсов, которые изучаются комплексно, относятся к соответствующей тематике, к управлению деятельности, к профессии и так далее. Что дает и соответствующую экономию средств, потому что предлагаются определенные скидки. И вопросы рассматриваются комплексно, опять же. Поэтому разные аспекты могут быть рассмотрены. И картина представляется более полной, более объемной, что называется, потому что предмет рассматривается с разных точек зрения, с разных сторон. Курс, о котором мы говорим с вами – архивное дело. Входит в комплексную программу эффективное делопроизводство, современные технологии делопроизводства, архивного дела в организации. В него входит три курса, вот этих как раз основных курсов. Базовый курс делопроизводства, курс делопроизводства, уровень 2 электронный документооборот и система электронного документооборота, то есть как создать систему электронного документооборота в организации. Также курс архивное дело, потому что как бы мы не создали систему работы с документами, на каких бы основаниях мы это не сделали, как бы ее прекрасно не настроили, всегда, все равно, мы будем говорить в конце об архиве, архив должен процесс закончиться, поэтому процесс должен быть логичным, и эта программа рассматривает все эти аспекты с разных точек зрения. К нам подключился менеджер центра, Марина, она хочет сообщить вам тоже определенную информацию, давайте ее послушаем немножко, как раз таки, да, Марина, нет, нет, нет звука. Тогда просто обращу еще внимание на те моменты, которые, значит, менеджер центра здесь вам указала, вы, если видите чат, то указала здесь как раз таки ссылку на этот курс, о котором мы, на эту программу комплексную, о которой мы говорили сейчас, если есть интерес, то это можно посмотреть на сайт специалистов по этой ссылке. Также отмечу, что разные формы обучения предлагает центр, есть обучение очное, есть обучение очно-заочное, есть обучение вебинар, есть индивидуальное обучение, есть открытое обучение. Разные формы этого обучения связаны с тем, что разные есть потребности у слушателей, разные возможности. Тот курс, о котором мы сейчас с вами говорим, курс архивное дело, он будет идти с 21 мая в соединенном формате, то есть будут слушатели и в аудитории, то есть в очном формате, также в формате вебинар будет, то есть будут слушатели вебинара, поэтому если такие варианты устраивают, то можно выбрать один из этих вариантов. и есть еще такой вариант, как открытое обучение, это уже, так сказать, работа в аудиториях, с присутствием преподавателя, но слушатели изучают те курсы, которые им нужны в своем темпе и могут обратиться к преподавателю с разъяснением, за какими-то комментариями и так далее. Да, Марина сообщает, что есть еще дипломная программа, специалист по организационному и документационному информационному обеспечению управления организацией, дипломная программа, то здесь, как вы видите, больше включено возможностей, не только именно делопроизводственное обеспечение, здесь более обширная тематика организационно-информационная, то есть это уже действительно дипломная программа, если такой момент интересен. Если есть какие-то вопросы коллеге, то, пожалуйста, задавайте их голосом или письменно, как вам удобно. Да, также Марина нам написала в чате, посмотрите, пожалуйста, информацию в учебном центре, контакты, адрес ее служебной Марина телефоны, в котором можно позвонить, уточнить информацию, если возникли еще какие-то вопросы, или возникли со временем, может быть, не сразу. Я так понимаю, что запись эта будет доступна, ее можно будет просмотреть еще раз, в том числе и презентацию. Есть еще какие-то вопросы сейчас? коллеги, нет вопросов? ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ 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 ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ